А вот с вами Юлик. Привет, друзья. Антон Тасманский Диавол. Мы смотрим лайк. Правильно. Потому что тикток себя исчерпал, потому что у меня тикток и у Антона с предложениями, которые тиктоки смотрим мы, поэтому там предложенная лента скучная, а лайк, в лайке они зарегистрированы, поэтому здесь мы видим все, как оно есть на самом деле. Вот для неискушенного, да, зрителя. Без подкруток, без рекомендаций. Подожди, сейчас включу запись. Да не включали просто. Сидите в лайке, напишите пока комментарий, пока я запись включу. Просто будем рассказывать вам, что мы видим. Как будто вы слепы. Мы видим, мы видим собаку. Пес, много шариков, да, это луна, да? Из луны, из много луни сделано сердечко. Очень мило, мне лайк пока что нравится. Собаки, сердечки, очень мило. Пока хорошая конкуренция, здоровая. Ты богатый? Бедный. Я богатый. Бедный, блин. Даже смотреть не надо. Знаете что, откройте свой счет уже, я его сейчас открою, блядь. Ну давай, открывай. А, это Альфа-банк, смотрим. Сколько у меня здесь? 1 рубль 65 копеек. А ты другой банк открыли? Не буду. Давай, давай. Да я не скажу ничего. Так, добрый вечер, Антон. Тук доллара. Ну так, немного больше. Да не так и много. Много там больше не буду откроть ничего. Руку бы сложил. Дешевый Симпл Димпл. Здравствуйте, 500 рублей. Не, дорого. Найдете дешевле, перезвоните. Наберу другой магазин. Это реклама какая-то? Алло, здравствуйте, сколько? Слушай, я думаю, это скетч. Сколько у вас стоит самый дешевый Симпл Димпл? Как у вас стоит самый дешевый Симпл Димпл? Здравствуйте, 500 рублей. О, это зациклено. Нас обманули. Бляаа. Обвели вокруг пальца. Школьник обвел тебя вокруг пальца. Ну, может, нам правда в лайке сидеть надо? Вот никогда. Пока телефон не разрядится, будешь смотреть это говно. Я нашел, я нашел. Симпл Димпл один, что ли, только в интернете теперь есть. Вот он, я нашел. Кого? Она говорит, найди улыбающегося среди недовольных. Вот он. А, ну да, действительно. Это вот такие штуки ты в айпорте продавал за 5000 бабкам. Это у вас бабочка 3D будет. Да, высаживаю такую мгновенно, но зато такая красота. С вас 5000. Так нет, надо пенсию не все измерять. С вас пенсия. Бля, просто деградация полнейшая, блядь. Просто можно... Так и так идиотом можно остаться. Вот представляешь, такие вот показывают мультики. Вот раньше, я хотя бы, не знаю, свое оправдание скажу, я приходил, смотрел четко по времени. Дятла Вуди. Это с утра было. Анимашки? Нет, ничего подобного. В 2 часа я со школы приходил. А я при школе смотрел Дятл Вуди, этот пингвиненок Вилли, пока бутерброды кушаешь. А, ну да, да, утром было, Чили Вилли был. Чили Вилли. А вот в 2 часа всегда шел сначала идут клипы Рамштайн разогрев, потом, это по СТС все, я говорю, потом шел Дятл Вуди, потом начинались анимашки, Фриказоид мог быть, ну Бэтмен шел, конечно же. Ну что там еще из интересного было? Гаргули потом еще были. Гаргули даже до еще были, а потом сериал какой-нибудь «Команда А», «Инспектор Магнум». Дровя я уменьшил детей. Кстати, знаете ли вы, да, что как бы вот эти вот два Чипа Дейл, да, один взят с «Инспектора Магнума», а второй это чистая копия «Индиана Джонс». Прикольно. Привет, привет, вот. И пожалуйста. Наташа и арабский шейх. Я думаю, арабский шейх живет в совсем не подъезде. Чтобы быть сейчас в тренде, я постриглась под корой, только мне не помогло, нифига не. Обычный аус стригутся, когда в жизни все плохо, я вот так считаю, и коры тоже нет. Срыв происходит. Да, да, срыв какой-то, волосы покороче, жизнь начинается заново. Что это? Кризис. Нет, только что было. Дом падает. Привет! Привет! Угадай, сколько у меня подписчиков? Ну, это, ну, наверное, 100 тысяч. Немножко больше? Ну, миллион. Почти. Кичиться перед школьником маленьким. Знаешь, сколько у меня подписчиков по лайкам? У меня точно больше. Миллиард целый у меня подписано. Миллиард. Пятьсот девяносто... Пятьсот девяносто семь тысяч. Кручевные индусы всякие, я такой даже думать не хочу. Новая коллекция мерча от Юлика под названием «Дед». Мерч от питерской тусовки. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Я шла домой из зоомагазина. По дороге у меня встретился вот такой милый котик. Конечно же, так как у меня был куплен корм, я решила покормить этого ребенка. Котик похож на домашнего. Я его напичкала колбасой, бросила, чтобы кот не мучился и зимой не искал. Какой ты здоровый. И зимой не искал себе пропитания. Пусть лучше сразу застет. Папа, дядя, можно мне там копеечку? Да. Нихера у него там. Так, а ну стоп. А что ты тут бомжара в неположенном месте лежишь? А ну пошел вон. Иди, а это штраф. А ну стой. Тапочки свои отдай. Мне на море не в чем ехать. Вот это папа мразь. Что ты не понял такого вообще? О чем это тикток? Что он нам говорит? А что у нее папа мразь, она тоже мразью вырастет. Что, не пропадет, да? Это все? Да, это весь скетч. Добрый скетч про то, как обули бомжара деньги. Так, и отдай. Ну типа он богат, и он это имеет в виду, у него там 100-долларовые купюры. Очень странные. Очень странные. И он такой, что? Так, а ну стоп. А что ты там бомжара в неположенном месте лежишь? А ну пошел вон. И столько лайков, всем нравится. А это штраф. Может, нам что-то не поняли? Я ничего не понял. А ну стой. Тапочки свои отдай. Мне на море не в чем ехать. Бред собачий. Это прям идеальный вайн. У него вот эти кафельные зубы, бессмысленный вайн, ребенок и хорошая камера, на которую все снято. Может, еще что-нибудь посмотреть? Привет. Ты чего меня звала? Да, чай хотела с тобой выпить. А то ты знаешь, здесь как там. В разных помещениях находится абсолютно. Тут белая стена, тут кирпичная. Очень хороший подход к съемке. Так что, может быть, чай выпьем? Или чем-то другим займемся? Как видишь, кружка пустая. Ой, блядь! У меня термос есть. Делают типа качественно, понял, да? Шутки других людей, которые гуляют по тиктоку. Ребята, прикиньте, на море я нашла новый антистресс. Погнали, я вам его покажу. Я сейчас иду к этим антистрессам. Вот, смотрите, это же новый антистресс. Это медуза. Вот, смотрите. Никакой сквиш. Сквиш, сквиш. Вот такие сквиши жмятать нельзя. Чё это больно? Чё это больно? Это выброшено медуза. Нет, вот это окошко. Ты видел здесь трансляция? Чё за безумие? Маме, может, показывай. Я думал, это комментарий. Мама, типа, не стоит трогать медуза. А там, кто говорит, ничего не сказали? Просто рекомендую сквиш. Смотрите, антистресс. Два, четыре и четыре. Девочки, руку ампутируют. Да, если потом еще почесать лицо, все. Лайфхак. В доме осталась одна плитка шоколада, но ее нельзя есть. Это старый прикол. Потому что ставим себе рамки, блядь. Но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое. Если твои руки растут из плеч, никто и не заметит пропажу одной дольки шоколада. Да? А то, что ты ее уже порезал, блядь, никто ничего тебе не скажет. Ты чё, шоколад ел? Я просто порезал шоколадку на маленькие куски. Чё ты пиздишь? Я взвесил. Там 120 грамм, а у меня 100. На 5 грамм меньше стало. Это из разряда вот человек срет в кустах, и ты лопату подсовываешь, и дерьмо у него воруешь. Он потом встает и начинает штори дотрясти, что он обоснулся. Вот. Но это смешная пранка. Да, пранки, пранки. У нас сейчас пранки. Игрушки, которые нельзя давать детям. Каждый день я рандомно подписываюсь на новых подписчиков, так что подпишись. Крокодил-донтист. Для начала нужно отодвинуть верхнюю часть игрушки назад. До шелчка. А затем нажимать на зубы по очереди и наблюдать, кто первым окажется без пальца. Нет, я сейчас не пошутил. При нажатии на определенный зуб, челюсть пластмассового животного захлопывается и попадает прямо по пальцу. А теперь представьте, что будет с пальцами ребенка, если он не успеет вовремя среагировать. Ничего. Никто не заставит настоящему крокодилу в ростовой. Давайте нажимать крокодилу на гнилую зубу. Конечно, он сам гнил. Да, вы видели этот видос, где чувак решил голову крокодилу туда садить. Ой, видел, он захлопал. Да, он просто... Вот, смотрите. Он просто так вот. Он за черепушками вцепился, по-моему, да? Конечно. На что он еще рассчитывал? Паш, там колы не было, я взял пепси. О, еще один вайн. Пепси? Да какая разница, это то же самое. То же самое? Нихуя. А теперь быстро за колой. Это сын Борецкого. Борецкий зубами ломал, а вот с руками может. Ну, я думаю, что сейчас можно запросто это, нарваться на... Вот надо спросить, что лучше у киномана, пепси-кола или кока-кола. Вот он всегда пепси пьет. Наверное, кока-кола. Он всегда пепси пьет? Знаешь, что пепси пьет? Ну, тихо-то! Кота топить? Вот это вайна. Че они снимают? Вот это лайк! Тихо-то! А чем кончится? Они просто сидят уже и не знают, что снять. Про бабки снимали, про женщин снимали. Нужно что-то мразотное снять. Выкинем кота в помойку. А он будет мяу-мяу-жалобно кричать. А ну-ка, тихо! А я, типа, мразь такая. А сейчас у кого-то достает, да? По-моему, тот же самый чувак. Он сейчас помойку закроет. Чихают там, блядь. Алло, мам, такое дело, я котенка нашел. Какого котенка? Ты что, с ума сошел? Принесешь его домой, я вас обоих. Тогда мы оба будем жить на улице. Значит, я домой больше никогда не вернусь. Какой кринь. Это был близко к потере этого компьютера. Это, знаете, вот... А давай снимем вайн... Что-то несовместимое вообще. Я никогда не приду домой. Давай снимем вайн, где вот ты будешь бомжа играть. И ты такой, а-а-а, умираю от голода. А я подхожу такой, дружище, я тебе помогу. И я тебе дарю квартиру, машину. Сам бомжом. И работу. И ты такой, ой, как хорошо жить. И потом я, подожди, я бомжом становлюсь. И потом спустя пять лет ты такой, это ты. Теперь я тебе подарю две квартиры, две машины. И две хороших работы. И сам бомжом становишься. А потом еще через пять лет я тебя нахожу. И такой, я тебе подарю три квартиры. И мы такие хорошие. Мы такие хорошие. И теперь у вас всех по квартирам ездят. Да, миллион квартир. А еще, знаешь, можно вайн снять, где мы идем с тобой. И там плохой человек до ребенка докапывается. А ты? А мы такие бам, бьем его. И он такой, ааа, мразь, я уйду. Я оставлю этого ребенка. А ребенок такой, я хочу кушать, у меня нет дома. И мы даем ему кушать, даем ему квартиру, находим маму с папой. Но у них такие вайн. Типа, сниму вайн о том, какой я пиздатый. Я просто не понимаю, зачем он тогда этот кота выкинул изначально. Чтобы был повод показать, что ты пиздатый. А он мог просто его, не выкидывая в помойку, позвонить маме и сказать, что он его нашел? Зачем нужно было делать? Это не он его выкидывал, другое. Как не он? Тихо там. У них одна джинсовка, двоих. Да, блядь, я просто первый раз этих людей вижу, мне кажется, что они одинаковые. О, тут хороший стремлёк. Эй, куда ты лезешь? День, день. А что он окинул? Да, ноутбук его. Это что за кое, блядь? Это не постанова? Нет, ни в коем случае. Это всё за правду. То есть вот слепой человек притворился слепым. Ой, в смысле это. И подарил макбук. Вот где такие пранки снимают? Я хоть раз бы пришел, мне бы что-нибудь подарили, блядь. Мне никогда не везло. Вот напишите, кому хоть раз повезло в какой-нибудь лотерее, блядь. Вот мне ни разу, нахуй, вообще ни разу. Я даже как-то раз покупал это спорт лоту, или как это называется, бочонки стирал. Нихуя подобного. Всё куплено, всё сделано. Ниоткуда взять денег, не работая, нет. Вообще, нельзя не работать, блядь. Я не буду это есть. Ванюш, ну сейчас настолько тугой с деньгами. У нас нет денежек, Валюш. А я тебя ненавижу, потому что у тебя нет денег. А потом... А станет он взрослым. И потом вам придется скажет... Мама, прости. Вот тебе все деньги мира. На кладбище. Угу. А мама сверху смотрит и такая, это мысль. Жаль, что он не был... А это не мои проблемы. Завели ребёнка и кормите нормально. Довали тебе денег тогда, да? Ну вообще, ребёнок всё правильно говорит. Не, ну так учрямо пиздеть тоже нельзя ребёнку. Он говорит всякие вещи, которые родители смущают. Надо его выдрать. Выдрать обязательно. Но правду говорит. Сейчас мы тебя выдерем. А ты в школе купи себе что-нибудь. Деньги? Это не деньги, это полтейник. Я на него ничего не куплю. Мамм... Да месяц уже! Нихуя себе полтинник. А это всё? Это всё, конец. У ребёнка плохое дефект. Слушай, вайны деградировали. Рахим и вот тот рыжий чувак, который про сигареты снимает. Ненавидит сиге. Да даже удаваю. Мы снимали над вашими вайнами, смеялись, но мы вот просим вас вернуться в эту сферу, потому что те, кто сейчас... Да, сейчас это ужас какой-то. Они вообще снимают что-то непонятное. Вообще не выходят. Я тебе телефон купил. С днём рождения, родной. Это вообще что? Ну, это айфон. Как ты хотел? Это восьмой. Я хотел двенадцатый. Я вижу, что айфон. Но почему здесь две камеры? Две. Должны быть три. Не знаю. Две ж лучше одной. Ну, чтоб снимал, наверное, хорошо. Их три должно быть. Ой, охуеть. Ну, а куда его теперь? Ну, Вань, ну, я про то, что... Ну, я ж купил его. Я не понимаю, а почему они перед этим школьникам так расстилаются-то? Почему? Всем добра и позитива написано в аккаунте. Я ни добра, ни позитива тут не увидел. Увидел маленькую мразоту, у которой нужны ремня всечь. А то ходят и унижаются перед ним. Ты не чувствуешь, что люди... Как будто не ценят вообще вот то, что у них есть. Нет, я вообще как будто сплю сейчас. Я не понимаю, что за хуйня мы смотрим. Ты просто свайпаешь, и какая-то вот дичь происходит. Вообще неадекватная. Вот я думаю так. Вот был бы хороший Вань, знаешь, какой? Если бы у мальчика вообще не было никакого телефона, ему подарили бы самый дешёвый, и он бы пришёл в школу, и над ним стали смеяться. А он вырос и стал самым богатым. Он такой, зато я могу позвонить своей маме. И там у всех слёзы. Не-не, знаешь, как нужно было сделать? Над ним все смеются. Они потом сидят такой, мам, привет, как дела? А им мама отвечает, я занята. И сбрасывает. А он звонит маме, она ему отвечает, и они такие смотрят на него с завистью, потому что его родители любят. И там типа, неважно, какой у тебя телефон. Да-да-да. Ведь если тебя не хотят слушать твои родные... Ну, дать ему по дорогому телефону. Лёша, аргумент, снимите такой Вань. Он будет и добрым, и интересным хотя бы. Я вот себя думал, что... О-о-о, опять вылез. Что это такое? Это реклама? Это реклама стримов в самой платформе. Прикинь. Листаешь, листаешь, тебе бах, вылезло что-то. Хай, бебе. Опа. Девушка, он посидит с вами немножко. Я за водой схожу прям. Прям 5 минут. У меня у папы там и машины, и самолеты, вертолеты. Там яхты там плавают. Целый аэропорт. И вообще, он очень богатый. Девушка, всё, что он вам сказал, это сущая правда. Такие знаешь, как бы там было, что ты представляешь, что ты знаешь. Дурдом, блядь, какой. Зачем он кувыркает? Зачем это всё делать? Зачем подходить к людям и говорить просто, мы очень богатые. Какой-то... И у нас много денег, и у нас вахты плавают. Какой-то цирк. Он сказал. Цирк, простите, цирк уродов. Вообще непонятно, что происходит. Байтят на какую-то хуйню, блядь, на зависть. Вообще, вообще, вообще всё очень злой лайк. Я понимаю смысл этого пранка, если его можно так назвать. Какой смысл? Я не понял. Но он не сработал вообще. Ей плевать. На эмоции её хотят вывести. Хотя бы на какие-нибудь. Хотел его познакомиться вдруг? Или так, или эдак, либо ещё как-то. Но она вообще никак не отреагировала. А отшкольник даже начал кувыркаться. У-у-у-у! У нас яхты! И так, и так. А этот, блядь, ходит. Надо ещё брейк-данс танцевать. По лавкам, блядь, шляется. А почему ж ты не на своей яхте-то катаешься? А почему ж ты не на яхте? Бра, сейчас поныряй! Ну-ка, стоять! Ныряй, Тон! Ну, мам! Ха, Володя! Давай на берег, течение какое! Ха, а почему бабушка не на берегу? Ха, бабушка не на берегу! Как не на берегу? Вон, вообще-то! Ай-да! Всё, унесло бабку. Ты глаза закрыл? Я просто не, я не могу, блядь. Вот унесло бабушку, да, течением по порогам, блядь. Это же всё, это сломал, спину сломать как нехуй там, просто тебя переломают. Вот так вот, блядь. Ну всё, минус бабка. Ну да, и никому всем похуй, бабка и бабка, чья бабка, непонятно. Ой, ещё один, Ваня, здорово. Ну и зачем? Они все мошенники, честно? О, это опять, Ваня, про то, какой он пиздатый. Это тот, который опять... Это тот самый? Ему действительно нужна наша помощь. Да ты глянь, он уже убежал. Он в магазин забежал. Подожди, они дали вам уже денег, а он... Чё, обмануть нас хотел? Обмануть нас хотел. Я вообще-то котец пацан. Я тебе 5 рублей дал, блядь. Я котец пацан. Я, блядь, хорошее. Ты, сука, ты, сука, эти деньги дал, ты их должен был, сука, на хлеб потратить. И говорить, ой, какой говор хороший. Ты, пидарас, бухла купил, сука, уебу тебя сейчас. Я сейчас, блядь, я ему на голову прыгну, братан. Я ему сейчас положу на голову, прыгну. Слади зубы на это. Как, блядь, конфеты вот так, пфу, с две стороны полетят его мозги, а потом котят пойду спасать. Вот так я его вижу. Я хлеба просто себе купил, кушать сильно хочется. Меня родители алкоголики выгнали из дома. Блядь, тебе поцараки. Да, 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 а то хотел сказать тебе сорок лет. Какого хуй ты с родителями живешь? Ты ебудал, мужик. Ну, они его выгнали, видишь, из дома, блядь. И правильно сделали тебе сорок лет, у тебя руки ноги есть, ты не инвалид. Он такой, ах так, ах так, работать? Ну, знаешь, мама, я буду жить на улице. Он новый свитер одел, порвал его, он не сел и просит милостыдил. Как меня жалко, мне же меня жалко. Ну, реально вот ходит, ну, вот покупать хлеб, там, не хочет работать совершенно. Просто вот так платит. Сначала идет в банкомат, закидывает. Не, он идет в отделение, мелочь закидывает, потом часами. Хлебушка. Кушать охоту. Все. Конец, да. Это о чем базар? О том, что нельзя вот думать, что каждый бомж алкаш. Да. А есть люди действительно со сломанной судьбой. Вот эти вайны, как будто человек, не способный адекватно как-то передавать свои мысли, речь свою устроить. Он пытается с тобой объясниться. Будто он сидел в пещере, и он все понимает, но он вот не умеет говорить. И он как-то тебе показывает все очень. Да, да, да. И он еще ребенок. И вот эти вайны для меня то же самое. Они вот говорят что-то этими вайнами, но говорят так плохо. С таким трудом вот у них вот это происходит. Мне кажется, эти люди, они все вот, знаешь, получили жизненный опыт, тяжелый какой-то, ну знаешь, который их задел. И вот среди них кот в баке был такой по-настоящему. Потом он дал денег бомжу, он оказался алкоголиком. И вот все, вот это вот его изнутри сжигает. Разве что эти люди пережили, это наркоз, когда им виниры делали на верхний, на нижний. Что за хрень? Это единственное, что они переживали. Я заступлю за любого бомжа, блядь. И буду ломать жжу. Надо ли быть такой гнидой, да, бомж такой, деньги? Помойся, мразь! Умойся сначала, приведи себя в порядок, потом иди просить деньги. Почисти зубы или что там, сходи к этому, блядь. Мяты поешься. Все честно, да. О, тот же самый свитер. Да, да, да. Тот же самый свитер. У них вот есть реквизит бомжа. И они такие, сегодня снимаем три вайна про бомжа. Сначала я, потом ты, потом ты. Так, смотрим. Костыли сломались. Так идет спортсмен? И опять он хороший. А он только хорошего играет. Спасибо большое. Вальч, у тебя что, в друзьях инвалиды, что ли? Да нет, ты что, гонишь? Не, мне только хорошего играет. Красава. Я ничего не понял. А почему? Что такого? Нет таких людей. Нет таких людей. Не существует. Кого они пытаются показать? Я такого никогда тоже не видел. Чтобы вот идет инвалид, они такие. Ха! Ты что? Инвалид с инвалидом дружишь? Мы тебе костыли-то сломаем. Нет, ты что? Я не дружу с инвалидом. Нет, смотри, я его бью. Я его поднял, чтобы уронить опять. Я вообще, я в шоке. Эти люди... Ё, блядь, у меня слов нету. Так они просто очень богатые. Они не знают, как жить. Эти люди настолько далеко от жизни, как будто... Да, да, да. Я понял, как будто инопланетяне пытаются снять контент для людей. Ну вот у них вообще не выходит. Это вот когда ты не разбираешься вообще никак в жизни. И вот не знаешь, как с людьми общаться. Просто вот никак. Самая грустная история. Ну да-да. Грустная история, это ваши ваймы. О, еще один. Помогите, Фау. Ему бомж поможет, он откажет. Сыдор бомжа. Я лучше буду лежать. А, сейчас... Он такой, что? Ты бомж? И он опять упадет. Я буду ждать нормального человека. Ты что, Фелик, бомжами тасуешь? Я? Ты что? Ты что вообще меня трогаешь? Ты что, подошел ко мне? Иди отсюда. Молодец. Конец войны. То есть люди... А представим, что это именно войны, которые нацелены на, типа, плохих людей делать. То есть вот как себя правильно вести. Если идет инвалид, бейте его. Если бомж к вам подходит, плесните ему в лицо бутылкой. Если бомж просит денег, дайте ему, а потом проследите, что он купит. Если он купит не хлеб, избейте его. Так и сделаете. И такая... Такая хуйня. Хуйня, хуйня полная. Причем эти люди, они намного младше нас. То есть там лет на 5-7. Но почему-то у них восприятие жизни вот такое, что нужно прямо вот... А как ему вообще в голову пришло, что вот... Мотоцикл... Драндулет какой-то завалил. Какой-то, блядь, да. Давайте его отпистим. Ты что? Ездишь на старой машине, Юлик? Ты что? Ты знаешь его? Это твой друг на старой машине? Нет, ты что? Въеби ему тогда. Въебу. БАХ! Тэм-тэрам-тэм-тэрам-тэм-тэрам-тэм. Любим богатых только. Но они показывают, я понимаю, это неправильно. Он ему помог, а ты так с ним поступил, это неправильно. Но вывода-то нету в конце, понимаешь? И кажется, что он сделал правильно. Ладно, вывод они сами сделают. Но просто они показывают нереалистичные ситуации. Прям идиотски, в край идиотски. Ну да. Прям дегенератски. Такой канал. Окей, сейчас прошу, мама, сколько мне лет? Мам, сколько мне лет? Ну, 19 вчера было. Вот, видите? Так это ерунда. Я помню, как знаешь, в школе ты говорила, докеш, докеш. Вот всякую хуйню, докеш. И те, кто угодно, докежут, блядь. Если ты даже скажешь, что я вот ебал класснуху. Докеш? Доказываю, да. И что? Типа, это надо, это в тюрьме тоже так. Докеш? Я не петух, докеш. Доказываю. Руку пожали. И были. Прописка Шерхана, кстати, с ним не забыли. Это она и сейчас идет, кстати. Глеб, пошли делать уроки. Стоп! Он никуда не идет. Ему к школе надо готовиться. Готовиться к чему? Ворка. К просиживанию школы? Я все сказала. И я все сказал. Он нужен мне для съемок. А, вот оно что, эксплуатация. Он пойдет на актерское, куда ходил я, чтобы вырасти актер. Актер, я буду на показ скидать пробки от вина. Пробки. Да, и говорить о том, что образование не нужно. А вечером он бьет бабку. Конечно, бьет. Бабка просто единственный раз в жизни набралась терпения, и теперь ее этот самый кроссфитер отпизден. Зачем? Ну зачем такая жизнь нужна? За хуя? За что воевали, как говорится? Давай познакомимся. Я с тобой познакомлюсь, только если тут начнут танцевать тверд. Дэнго. Подстава, ебаная, не верю ни одного их слова, блядь. Все подстроено. О, еще вайн, класс. Тонкая. А может мне за плечом встать, а папа? Арсений, слезь оттуда. Пап, да что может случиться? Тут расстояние всего-то метр. Да будут ноги чесаться. Да пап, почему будут ноги чесаться? А если бы ты школу не прогуливал, ты бы знал, что в тепловых трубах находится стекловата. Да ничего не будет, что ты мне лечишь? А потом начал чесаться, такой, а, он был прав. Папа у него... Так это не папа, это просто какой-то, я не знаю, друг. Кстати, справедливости ради скажу. Просто, сука, сними тогда с него ботиночки и носки, чтобы он босиком шел, чтобы хотя бы это какой-то смысл имело. Но он должен почувствовать, что это такое. Это пистолет, Антон, смотри. О, страшно, это пистолет. Бах, видел, стрельнул. Ну, давайте все делать вид, что это пистолет. Это нихуя не пистолет, он в обуви идет. Ничего не будет. А стекловато обернуто в гудрон. Короче, я расскажу. Вот в школе, как этот чувак говорит, никто никогда не рассказывал о том, что труба стекловато оборачивалась. Такого не было. Я так злюсь. Ты не злись. Вы кучу денег тратите на камеру, кучу времени тратите на съемку, звук, ой, монтаж, музыку ставят на фон. А вот... Извините, а то, сука, сука, обновил. Не-не, я про то, что я узнал, что пистекловато, будучи на даче. Привезли какую-то пистолетию ее. Урод-сценарист сидел в своей уродской комнате и писал уродские сценарии, где ребенок в носках в обуви идет по трубе, которая в изоляции, и до стекловато там, блядь, 6-10 сантиметров, ноги его голой. А папа ему такой, ты, блядь, слезь с меня, ты, блядь, стекловато, ты сейчас тебе бомбанула. Бомбанула вообще. Ну что за дегродство? Просто конченное дегродство. Я не могу, у меня прям... А смысл опять же какой, да? Вот что? Что надо учиться. Чему? В школе? В школе. Чтобы ты знал, что это стекловато подразумевается? Да, в школе учат тому, что стекловато колется. Этому не в школе учат. Да, этому учат. Я говорю, вот, придешь на дачу, сам искупаешься в этой, блядь, стекловатое и узнаешь. Этому папу и должен учить. Папа должен учить тебя многим вещам, которые не учат в школе. Жизнь. Школа жизни. Ты и сам должен учиться. Почему бы нет? Пробегись по стекловатое, потому что никто не умирал. Ну почему? На смерть не зачастливый. Я просто, Антон, не понимаю. Скажи мне, почему? Почему? Почему они так сделали? Он идет в обуви, по трубе, в изоляции, до стекловатое куча сантиметров. Это может быть гиперопека. Понимаешь? Не-не, давай серьезно, без шуток. Почему они так сделали? Потому что там нет никакой стекловато. Во-первых, стекловато уже давно не используется, раз уж на то пошло. Я думаю, что просто они вот хотели умное слово вспомнить, блядь, из прошлого. Стекловато. И такие, ну вот они сидели, сколько там, десятером придумывали этот вайн. Да. И вот мы скажем, что стекловато по трубам, он пускай просто оттуда спрыгнет. А почему никто не сказал? Он же в обуви. Как стекловато до ног дойдет, чесаться, чтобы чесалось? Никак. Просто мы это опустим. Потому что никто не знает, что стекловато прячется снизу. Тяжело смотреть так вообще, друзья. Я... Стекловато. Я давно так не бомбил с видосов. Что вы видите на этой картинке? Лично я вижу бабушку, но если перевернуть телефон, тапнуть два раза по экрану и подписаться, то вы увидите что-то другое. Добрая бабушка. Что вы видите на этой картинке? Лично я вижу бабушку, но если перевернуть телефон... Я должен из этого подписаться. Что ты нашел? Тебя развлекли, подпишись. Ну, в принципе, правильно. Цыганьон. Да? Цыганские, профитанские. Да, мне кажется, это постановка. Нет, все по-настоящему. Ну, сейчас закончится. Я тебе сделаю так. Если ты упадешь, я тогда беру все свои слова. Не надо меня гладить и над головой хлопать. Я вам подавляю бабушку, пускай сделает, что мы уверен. Пять. На! Я очень надеюсь, что палочки внутри не остаются. Да, бля, тебе 9 лет. А зачем тебе их надо-то? Что там нет волос, наверное? Еще раз. Это не больно. Я думала, будет намного больнее. Конечно, ведь воску не за что цепляться. Да, вовас-то нет. Вот тебе на бороду капнуть, или мне подпеки содрать вот кулок. О-о-о, еще один эксперимент. Слепой не черт кучу айфонов. Да. Просто безумная история. Я вот иду. Купил два макбука. Прямо по набережной. Три айфона. Вот так вот просто их несу. Слепой. Прямо вот уже. Я думаю, что если тихо подойти, все просто. Да-да-да. Сразу затрясется. Я знаю, я взял. Положи обратно. Что-то легко стало. На 200 граммах. И он сейчас снимает очки и седра встает. Это правда. Слепой слезы твое. Держи коробки. Слушай, это не тот же самый чувак. Да тот же самый. Давай проверим. Да вон, вон. Подожди, а это что мы только что-то... О, смотри, а теперь этот чувак слепой. Который был. Нет? Слушай, ну у него один прикол. Дарить от имени слепых людей кучу электроники. Я тебя забыла, я тебя не помню. Я забыл другу, я забыл, но я ее разбила. Это домогательство. Домогательство метро, да. Игорь, уголовка. Я за я любовь любила, я тебя не помню. Точно уголовка. Представляешь, вот на тебя... Восемь лет. Прыгают просто... А ты уж не скажешь, это она сама. Да, все. Кому-то расскажу. Все, да, пустое метро было. Сразу выходит, жалуется. Вот он меня перестал. Оль, закапай мне эти капли в уши. Только после этого я не буду слышать полчаса. Хорошо. Пиздец. Жбатка, говно какое. Я тебя с детства ненавижу. Мои ролики полное говно. Я, конечно, все понимаю, но эти капли действуют только через полчаса. Валили нахер из моей квартиры. На такой ноте закончим. Я больше лайк не буду смотреть. Никогда. Хватит. Это какое-то безумие. Чужие ебаные. Я не знаю, почему лайк, блядь, еще существует. Наверное, он держится на таких вот людях с таким же мнением, как у этих всех бомжей бейте, блядь. Это все. Лайк жесткий. В отличие от ТикТока. Нахуй надо. Лайк не... Я сначала подумал, конкурент, потому что там вайны, что-то такое образовательное, а потом дерьмо. Сумасшествие какое-то происходит. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. На канал Антона. Там такого нет. Мы, наоборот, за всех заступаемся. И мы против всего плохого и за все хорошее, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо большое. Всем пока, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok